Летом жители Люберецкого округа ждет приятный сюрприз. Наташинский парк начал масштабное преображение. Как обновляют излюбленное место горожан, расскажет Анна Троян. Обновление в этом году предстоит пережить всем частям парка. Обмелевшие пруды вновь наполнят водой. В июне планируется завершить бурение основной скважины и прокладку трубопровода, что позволит вернуть водоему былой вид. Трубопровод будет с закрытой прокладки, визуально находиться ниже зеркала воды. Ничего видно не будет. Система будет работать таким образом. В автоматическом режиме насосы будут наполнять пруд, зеркало пруда до определенного уровня. Дальше будет срабатывать перелив, который находится между прудами. И вода самотеком перетекает в следующий пруд. Автоматическая система позволит уровню воды круглогодично оставаться в норме. Для заполнения обоих прудов потребуется 37 тысяч кубов. Наполнение водоемов прогнозируют на середину июля. Также в текущем году будет установлен в этой части у нас вейк-парк для любителей, так скажем, активного образа жизни. На Наташинских прудах откроется уже вторая спортивная школа – совершенно новый вейк-парк. Для любителей экстрима и водных видов спорта создадут комфортные условия. Отличительной чертой станет вейкбординг адаптивный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть люберца с высоты птичьего полета. Этим летом сможет каждый. Колесо обозрения высотой с 14-этажный дом появится прямо здесь, за главной сценой. Пока на месте будущего аттракциона заканчиваются работы по заливке бетонно-монолитного основания. Вскоре начнется монтаж конструкций. Колесо обозрения заработает по всесезонному принципу. Благодаря системе кондиционирования летом внутри прозрачных кабинок будет прохладно, а зимой тепло. В начале июля, обещают подрядчики, оно примет первых посетителей. Отвечает всем современным требованиям по безопасности. И разработано с учетом требований современного дизайна. Снабжено 18 кабинками закрытого типа. Каждая кабинка будет рассчитана на 6 человек. За аттракционом центральная площадь Наташинского парка, которую тоже ждет преображение. Она значительно расширится. Обустроит большой амфитеатр с подсветкой. Будет полностью заменена плитка. Будет также декоративная подсветка всех деревьев. Вся центральная зона, соответственно, у нас будет расширена. Внутри лесопарка обустроят новую зону отдыха для детей. На площади 1350 квадратов разместится функциональная игровая площадка. Полностью благоустройство и реконструкция Наташинских прудов. Планируют завершить к концу третьего квартала 2020-го.